Всем привет! Еще раз хочу сказать спасибо всем тем, кто пишет комментарии, всем тем, кто оказывает материальную поддержку каналу. Это очень приятно, особенно комментарии, особенно дискуссии, которые возникают между вами и между нами. Это очень интересно и очень полезно, вот что я хочу сказать, потому что ничего нет важнее человеческого общения. Ну и если вы хотите увидеть какую-нибудь любимую пластинку в моих руках, то сначала посмотрите на плейлисты, потому что там очень много уже показано. И чуть-чуть рассказано, потому что я рассказываю очень мало, я в основном показываю, я в основном так передаю свое собственное настроение. Так что в плейлисты вперед и что-нибудь там найдете. Но в плейлистах еще нет до сих пор группы Camel, пластина группы Camel, про которую мне нет-нет и периодически напоминают. Напоминают, кстати, и про Гарри Мура, вот только что я прочитал. Будет Гарри Мур, будет Гарри Мур. И пишут мне, что он совсем не блюзовый гитарист, а вообще просто гитарист. Так, ребята, он блюзовый гитарист. Можно успокоиться и слушать Гарри Мура спокойно дальше. Вот. Группа Camel. У меня всего две пластинки осталось группы Camel, но любимые обе. И среди них нет пластинки Snow Goose, которая сделала группу Camel невероятно популярной. Ну, среди тех, кто слушает музыку, конечно. Не только что-нибудь там такое, типа там Абба или что-нибудь такое, извините, пожалуйста. Ну, а такую музыку более глубокую, что ли, да. Более предназначенную для слушания, нежели для вот этого самого... И вот меня колонуло, колонуло, да. Многие сравнивают, в частности, критики я читаю. Сравнивают группу Camel с Pink Floyd местами в определенные альбомы. Но я бы не сравнивал никогда, потому что при всем уважении я не хочу обидеть, так сказать, вкусы народов мира. Музыкантам группы Pink Floyd до музыкантов группы Camel как до луны просто. Тут как бы даже сравнивать нечего. Мы с товарищами начали слушать эту группу в давние-давние времена. Еще когда не существовала даже группа кино. Мы с Цоем гуляли по улицам. Он выходил ко мне, а я уже занимался спекуляциями, пластинками. И у меня бывали пластинки группы Camel, мы их слушали. Цою нравилось. Сразу могу сказать, нравилось. Особенно первый альбом, где очень много поют. Многие до сих пор ошибочно считают группу Camel инструментальной. Это большая ошибка, потому что группа Camel такая же. В построении своем такая же группа, как и все остальные. Так же там играют, так же там и поют. Просто поют иногда мало, а иногда много. Вот вся разница. На первом альбоме поют в полный рост. И Виктор Роберт Ивич очень одобрял эту пластинку. Она ему очень нравилась. Ну, а нет, что я говорю. Господи, Snow Goose я услышал, когда еще в школе учился. Да, когда еще с своим даже не знаком был. Но Snow Goose на меня не произвел такого впечатления, как на массы народные тех, кто ходили на концерты группы Camel в то время, когда они выступали с этой программой. Это чисто инструментальный альбом, если кто не знает. И из него мне нравилась одна единственная пьеска. Но кто хочет, может послушать где-нибудь. Или в сети, или на пластинке. Вот там одна такая запоминающаяся пьеска есть. И все остальное как-то у меня прошло мимо. Вот эти звуковые пейзажи. Вот эти такие какие-то многозначительные. Облачные, небесные звуки. Хотя нет, там все мелодично. Там много флейта, много всего. Музыка, музыка, да. Но она слишком для меня небесная. Я более человек приземленный. Я разве что в космос могу смотреть. А вот то, что небо облака, это как-то не очень. И представители рекорд-компании, несмотря на успех Snow Goose, намекнули музыкантам, что не пора ли вам сделать что-нибудь более такое земное. И артисты из Snow Goose, это третий альбом, второй альбом «Мираж» назывался. Он мне тоже очень нравится, но мне его нет. И музыканты записали вот этот альбом «Moon Madness». Очень хороший, очень земной, вполне рок-альбом. Ну, рок в понимании кентерберийской сцены. Потому что это все относится к той самой кентерберийской сцены. Сцене «Караван» и прочей «White Flowers». И «Soft Machine», да. И много-много еще кто еще. Ну, вот «Moon Madness» – это такой рок-овый альбом по просьбе, видимо, выпускающей компании. Вот сами артисты замечательные. Ну, он как рок-овый. То есть там очень много играют, очень красиво. И вторая сторона здесь вообще небесная. Просто небесная. Но небесная уже в том виде, в каком я ее могу воспринимать. И вторая сторона очень похожа на первый альбом «Camel». С вокалом, с гармониями вокальными. Очень красиво, безумно. Я отдельно про этот альбом потом расскажу. Сейчас скажу только одно, что пьесу под названием «Song Within a Song» я в свое время, когда работал на «Радио Рокс», использовал в качестве заставки для программы «Артрокс». Вот она там звучала все время, эта музыка. А после записи этого альбома уволился бас-гитарист, один из основателей коллектива, и пришел другой бас-гитарист, обожаемый мной Ричард Синклер, про которого я говорил, когда был ролик про группу «Караван». Вот такая вкладочка. 1977 год. Мой самый любимый альбом группы «Camel» под названием «Rain Dances». Не я один такой дебил. Очень много людей считает этот альбом лучшему группы «Camel». Здесь я присоединяюсь к народным массам абсолютно. Я такой же, как все. Ничуть не хуже, не лучше. У меня вкус совершенно массовый. Если кто-то до сих пор не в курсе. Никаких изысков, ничего такого. Никакого авангардизма. Что видно по роликам, которые у меня записаны и выложены. Так вот, пришел Ричард Синклер. И зазвучало все по-другому. И зазвучало все удивительно. Удивительно и небесно, с одной стороны. И земно, и очень тепло. И пластинка это такая душевная, при этом такая насыщенная музыкой. Там так всего много. Там такие... Кстати, вот именно этот альбом критики сравнивают с «Пинг Флойд». Ха-ха-ха, это мне смешно. Я смеялся, как резаный. Вот хорошее выражение. Смеюсь, как резаный. Да. Это не я придумал, это я где-то услышал от бабушки, по-моему, своей. Это удивительная музыка. И, конечно, это никакой не «Пинг Флойд». Это в 10 раз интереснее, музыкальнее и разнообразнее. И по-хорошему... Вот хотел сказать, вычурнее, не вычурнее. Здесь никакой вычурности. Здесь все естественно. Здесь просто красота. И инструменталы, и пение, и все-все-все. First Light, первая пьеса. Очень отдаленно, чуть-чуть по настроению, похоже на коллинзовский «Дженесис», на пластинке «Entrick of the Tale», «Wintern Watering». Но только без этого грандиозного пафоса дженесисского. Его близко нет. Очень тонко, очень прозрачно, очень по-человечески все сыграно. И технически сыграно, конечно, на таком высочайшем уровне, что не хочется никого обижать из вышеупомянутых музыкантов. Ну, состав Эндрю Латимер. 6 и 12-струнная гитара. Питер Барден. Все как и было. Минимук, синтезаторы и много-много-много клавишных других. Энди Бард ударные. Мел Коллинз подключился. Здесь известный нам по группе Кинг Римсон. Да, им разным прочим проектом. И Ричард Синклер, про которого я уже говорил. Бас и изумительный его вокал, который ни с кем не спутаешь, который меня сразу подкупает мгновенно. First Light – это инструментальная пьеса. Начинается, как я уже и говорил, струнно-клавишно. Такой тихонечкий, тихенький такой въезд из тишины. Въезд, потом развитие темы и выход на вторую часть, которая переходит в финал с прекрасной мелодией саксофона с гитарой. Переплетение саксофона с гитарой. Это заглавная, основная тема альбома, которая потом всплывет в самом финале под названием Rain Dances. Коротенькая пьеса, которая закрывает альбом. И там только намек на тему из First Light. А First Light – это просто воплощение танцев дождя, которые нарисованы здесь. Вот если вы видели дождь, да, когда струи дождя вот так вот танцуют, вот этот самый First Light – это визуализация этих танцев. Это настолько красиво музыкально, настолько визуально, образно. Так фантастическая музыка, просто фантастическая. Метроном, следующая пьеса. Здесь уже поет у нас Ричард Синклер, играет на бас-гитаре. Начинается все с метронома, очень аккуратненького, сыгранного на синтезаторе, конечно. И вокальная гармония Синклера идет. Ну, другие ноты, это не важно абсолютно. Прозрачная такая штука, спокойная, которая потом раз и уходит в разрешение, похожее на First Light по структуре, по настроению. Очень красиво. Другая совсем мелодия пошла, инструментальная. Просто замечательно. Tell Me тоже поет у нас Синклер. И это совсем такая... Tell Me Даже мне не напеть. Очень простая, очень интересная такая штучка вокальная. И полотно все прозрачное. Такие пэды, то есть подкладки клавишные, далеко-далеко внизу или далеко-далеко вдали. Что, в принципе, по звуку одно и то же почти. И вот они висят, эти подкладки переливаются чуть-чуть. На них безладовый бас Синклера, который играет свою тему, абсолютно не связанную с вокалом. И вокальная гармония изумительной красоты, просто пьеса, названием Tell Me. Highways of the Sun. Следующий номер. Здесь поет уже Эндрю Латимир. Она такая немножко маршевая. И она удивительным образом напоминает группу «Караван», из которой ушел Ричард Синклер. И, казалось бы, две вещи, в которых поет Синклер, метрономы Tell Me, они должны бы быть похожи на «Караван». Они не похожи. А на «Караван» похоже вот это «Highways of the Sun». Просто как будто из «Каравана» перенесена сюда из хорошего «Каравана». Из лучших песен «Каравана». Так получилось, почему не знаю. Так вышло. «Universe Song». «Universe Song». Произведение, которое открывает вторую сторону. Тоже с вокалом Латимера. И много-много всего Наверчина очень похожа на первый альбом «Кэмэл». Тоже. Это уже ближе к року. Ну, року, опять-таки, в прочтении кентерберийской сцены. То есть, никакого вот этого вот рока нет, а очень все мягонько, мягонько, красивенько. И все по-настоящему душевно. А вот песня «One of these days I'll get on every night» песня без вокала это уже разгул какого-то такого хорошего, опять-таки, кентерберийского джаз-рока. Вспоминается сразу «Soft Machine», там, «Match and Mall», «Gong» местами, но без вокала. И здесь привлечены еще два музыканта «Truba» и «Trombon», плюс Мел Коллинз на саксофоне. Но это все не перетягивает в чистый джаз. Это все такое в сторону софт-машин, прозрачно, очень большая пьеса соло на клавишах, соло на гитаре. Очень интересно. Дальше идет у нас «Elk», где играет Брайан Ина на куче синтезаторов. Инструментальная такая штучка с голосом, правда, далеким, но его практически не слышно. Брайан Ина, Эндрю Латимер на куче синтезаторов и гитар. Брайан Ина тоже на куче синтезаторов и гитар. И Фиона Хиберт на арфе. Просто Брайан Ина пришел и все испортил. Это я пошутил. Он не испортил, он все сделал очень красиво и очень в духе Кэмбелл. «Skylines». Еще одна пьеса ближе к джазу, к джаз-року к интерберийскому. Кто любит, я люблю. Мне очень это интересно. Это не джаз Калтрейна, это не джаз Майлса Дэвиса, не джаз уж как, конечно, там Лои Армстонг и вообще не джаз. Это особенный стиль, который был придуман к интерберийскими музыкантами, который условно называется джаз-рок, потому что, ну, такие инструментальные какие-то импровизации похожи. Ну и «Rain Dances», я уже говорил, инструментальный кусочек, который перекликается с первой пьесой «First Light». Очень красивый такой финал альбома. Альбом прекрасный, всем его советую, «Rain Dances», 1977 год. лучшее, наверное, что сыграли Кэмэл, потому что и вот эти уходы в «Snow Goose» инструментальные та-та-та, и первый альбом с вокалом, а здесь все вместе, здесь вся красота группы Кэмэл. Пошел пить. Пока. Кэмэл.